Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Сегодня у меня необычный выпуск. Сегодня не будет никаких самоделок, никаких DIY. Дело в том, что достаточно многие просили меня в комментариях под моими видео сделать выпуски, посвященные саду, посвященные розам. И я решила сделать такие выпуски. Если кто-то меня смотрел уже довольно давно, то, наверное, они знают, что я снимала программы, которые назывались «Роза в саду» на телеканале «Загородная жизнь». И, честно говоря, сначала я не планировала продолжать делать что-то в подобном ключе, потому что программ вышло достаточно много. Мы отсняли в свое время два сезона. И, в общем-то, все, что я могла рассказать про розы, наверное, я рассказала. У нас были планы сделать выпуски, посвященные садам за границей, но тогда были вопросы с финансированием, ничего этого не вышло. И я, честно говоря, сначала не знала, о чем вообще рассказывать, потому что я рассказала, как накрывать, как сажать, как пересаживать, про болезни, про вредители. В общем-то, все практически темы, которые могли быть посвящены розам, были охвачены в программе, а повторяться мне все-таки не хотелось. Но поскольку многие из вас очень просят снимать именно про розы, про сад, я решила немножко изменить формат. Я сделаю выпуски в формате влога, как сейчас модно говорить. Я буду показывать то, что я делаю в своем саду со своими розами, попутно что-то рассказывать. Если вам такой формат будет интересен, то мы сделаем эти выпуски регулярными. Ну, конечно, сейчас уже конец сезона, поэтому, наверное, мы сделаем всего парочку подготовка к зиме, укрытия, а дальше уже продолжим весной, если такой формат будет востребован и вам понравится. И сегодня я хочу показать, как я готовлю свой сад к зиме. Сегодня на дворе 4 ноября обычно. В это время я уже накрываю розы, как-то так сложилось, что каждый год на ноябрьские праздники я накрывала розы. Ну, потому что 3 выходных побольше времени и обычно плюс-минус погода в Подмосковье такая, что именно как раз в начале ноября розы самое время укрывать. Но в этом году немножко теплее, до сих пор еще плюс. Вот сегодня, например, у нас плюс 10 и, конечно, при плюс 10 накрывать розы рановато. Поэтому они у меня еще, как видите, даже не пригнуты, они цветут вовсю. И сегодня я буду только пригибать розы, подкапывать штамбы, готовить их к зиме, поскольку пригибать розы как раз лучше пока еще тепло. Потому что когда уже заморозки, когда уже плюс 1 или 0 даже, то побеги роз становятся хрупкими и легко ломаются, если их пытаешься пригнуть. А сейчас они еще абсолютно гибкие и послушные, и можно их пригнуть. Сегодня я покажу, как я готовлю розы к зиме. Ну и, честно говоря, не хочу ограничиваться в этот раз только розами, поскольку уже нет какого-то определенного формата программы. Поэтому я буду рассказывать не только о розах, но и обо всем другом, что есть в моем саду. Надеюсь, вам это будет интересно. Ну что, давайте приступать. Кстати, видите вот эти стручки? Это катальпа. Вот это вот огромное дерево я вырастила из семечка из ботсада МГУ. Оно растет у меня уже, мне кажется, лет 15. Выросло в такое вот большое дерево. И у нее очень красивые широкие листья. Обычно она растет на юге. И семена вот такими стручками красивыми потом повисают. Ну, вернемся к розам. Наверное, самый частый вопрос у начинающих розоводов, чем пригибать, чем пришпиливать. Когда мои розы были маленькие, я использовала для этого электроды. Сгибала электрод в виде шпилька и пришпиливала. Но когда куст вот такого размера, то, конечно, шпильками из электродов не обойдешься. Я выхожу из положения достаточно просто. У меня вот такие вот кустодержатели. Сейчас я покажу. Когда-то давным-давно на выставке я его покупала. Просто вот такие проволочные кустодержатели. Они достаточно незаметные. Я их использую и для роз, и для пионов. Ну, в общем, для любых кустов в саду, которым требуются опоры. Они уже очень старенькие, погнувшиеся. Ну, наверное, скоро придется их обновлять. И теми же самыми кустодержателями я, собственно, и пришпиливаю все мои кусты. То есть сначала они держат кусты снизу, а потом зимой держат их сверху. Итак, мы собираем куст в пучок. Обычно я стараюсь пригибать либо весь куст в одну сторону, либо куда-нибудь в две стороны, чтобы он покомпактнее лежал и занимал поменьше места. Потому что, конечно, чем более разлапистый куст, когда он лежит, тем больше нужно укрывного материала. Это не всегда удобно. Ну, и кроме того, когда я пригибаю, я стараюсь направление выдерживать такое, чтобы под укрытие попадали и какие-то другие растения. У меня помимо роз всегда очень много всего растет на клумбах. Вот здесь, например, у меня растет самшит. Я его, конечно, тоже буду накрывать вместе с розой. Поэтому розу я буду гнуть куда-то в сторону самшита. Это у меня роза сорта Моцарт. Она очень гибкая и мягкая. Как видите, абсолютно без проблем сгибается. Но даже если розы достаточно упругие, и вы не можете их согнуть до самой земли, это ничего страшного. Даже если укрытие будет высотой в метр, роза хорошо перезимует. Главное, чтобы укрытие было достаточно пологим, чтобы на нем задерживался снег. Поскольку именно снег и является той субстанцией, которая позволяет розам хорошо зимовать и защищает их от морозов. И вот так выглядит мой пригнутый куст. Я, кстати, надеюсь, что я не пригнула с ним вместе микрофон. И после того, как погода становится похолоднее, будет где-нибудь устойчивой 0-0-3 градуса, я буду накрывать розы лутрасилом. Но это я уже покажу, наверное, в следующем выпуске. То, с чего я всегда начинаю, когда пригибаю и укрываю розы, это штамбы. Потому что штамбы, это, конечно, наверное, самые ценные из экземпляров в моем саду, да и в любом саду. Потому что штамбы стоят, я думаю, вы знаете, достаточно дорого. И поэтому потерять его или сломать всегда будет очень жалко. Поэтому штамбы я всегда стараюсь в первую очередь пригнуть, чтобы их не сломать, когда уже будет холодно. И также накрываю их в первую очередь. Сейчас хочу показать, как я пригибаю свои штамбы. Если вы правильно посадили штамб, то он у вас в естественном виде, когда он не привязан к опоре, будет чуть-чуть под наклоном. Видите, у меня штамб чуть-чуть отклоняется от вертикали. Градусов, наверное, на 30. Хорошо, 15. Оператор поправляет меня здесь 15 градусов. Это делается для того, чтобы впоследствии, когда мы будем штамб пригибать, ему было легче принять горизонтальное положение. Но, конечно, если мы просто его наклоним, мы его сломаем. Поэтому штамб всегда необходимо подкапывать. Мы убираем нашу опору. Отправляем ее куда-нибудь в сарай до весны. А штамб начинаем подкапывать. Подкапывать необходимо с двух сторон. С той стороны, куда вы его будете наклонять, чтобы корням было куда деться. И с той стороны, от которой вы отклоняете, чтобы чуть-чуть освободить корни. Не бойтесь, кстати, их повредить. Штамбу от этого абсолютно ничего не будет. Весной нарастут новые корни. Зато если вы сломаете штамб, то вам придется покупать новый. Потому что исправить сломанный штамб достаточно сложно. Даже опытному розоводу придется делать новую прививку. У меня под этим штамбом растет мята. И, конечно, оставлять в укрытии все вот эти листья, которые с первыми заморозками превратятся в сопли, не стоит. Поэтому, прежде чем укладывать штамб, я обрежу всю ботву, чтобы у меня в укрытии было чистенькое и было поменьше рассадника гниения, который, конечно, вряд ли повредит штамбу, но лучше, чтобы его не было. Вы знали, что папоротники могут быть ужасными сорняками? Я, когда была маленькой, моей бабушке, знакомой, подарила два маленьких-маленьких саженца папоротника-страусника. Прошло лет, наверное, 30, и этот папоротник заполонил нам весь сад. Я уже его выкапываю просто как сорняк, раздаю всем друзьям, знакомым, потому что, хотя он и очень красивый, но он очень расползается, дает подземные такие усы, как клубника. И избавиться от него, на самом деле, очень сложно. Вот и здесь под розой он у меня разросся и не дает нормально копать. Ну, вот мы подкопали наш штамб. Как видите, он уже ложится более-менее горизонтально. В принципе, более сильно даже не надо, необязательно, чтобы он лежал прямо на самой земле. Теперь нам надо наш штамб укрепить, чтобы он не поднимался. Я это буду делать теми же самыми кустодержателями, что я уже показывала. Так, для штамба у меня их понадобится целых три. Дело в том, что при моем методе укрытия, на самом деле, самая большая проблема с зимовкой, это не то, что розы могут замерзнуть или сопреть. Самая большая, наверное, проблема, то, что они достаточно часто ломаются под укрытием, под тяжестью снега, потому что лутросил проминается, снег у нас всегда на даче очень много, иногда целый метр наметает. Поэтому очень часто розы после раскрытия поломаны, ну а штамбы, конечно, хочется защитить по максимуму, поэтому крону штамбы я всегда защищаю. Сейчас я покажу. Я закрепляю два кустодержателя лицом друг к другу, так, чтобы прививка оказалась между этими держателями. Так, я думаю, мои железные луки, которые я делала летом, можно отправить на зимовку до весны. Так, итак, один кустодержатель я ставлю вот так, а второй ему навстречу. Так что у меня крона получается с обеих сторон защищена вот этой проволокой, и даже если снег давит, он будет опираться на эти держатели, до прививки напряжения не дойдет, соответственно, побеги, которые под вот этим кружочком, они будут защищены от того, чтобы поломаться. И нам нужно защитить также и основание штамбы, потому что, конечно же, и здесь, если будет давить снег, это самое, скажем так, сложное место, которое легче будет ломать, поэтому у основания я тоже ставлю такой же кустодержатель, чтобы тоже это место не испытывало никаких напряжений от тяжести снега. Еще раз повторюсь, очень важно сделать все это до начала заморозка, пока древесина еще упругая, потому что, если вы это будете делать в тот момент, когда хотя бы легкие заморозки, гораздо сильнее риск поломать и штампы, и просто розы. Вот и все, наш штамп готов к зимней спячке. Кстати, когда раз много, а кустодержателей мало, то приходится их экономить, поэтому я очень часто несколько кустов закрепляю одним кустодержателем. Вот здесь вот рядом со штампом у меня еще растет куст розы. Кажется, это у меня сорт фальстав. Видите, он какой высокий, выше меня, наверное, под 2 метра уже ветки. И я их тоже заложу за те же самые кустодержатели и вместе со штампом вот таким вот образом он у меня будет спать всю зиму. Кстати, кое-что у меня в саду уже накрыто. Вот здесь вот под лутросилом у меня гортензия макрофилла крупнолистная. С ней связана достаточно интересная история. Эту гортензию много-много лет назад моя бабушка привезла из Сочей, кажется, откуда-то с юга. Выглядит не очень, да? Но на самом деле с ней все хорошо. Видите, листья уже все от заморозков побурели. Первые годы я очень боялась того, что вот эти листья гнилые, они огромной массой лежат на ветках. Я боялась, что что-нибудь будет гнить. Но на самом деле все нормально после зимовки. Просто их убираете, и с ними все хорошо. Так вот, расскажу дальше эту историю. В общем, сколько я себя помню, эта гортензия здесь росла, в этом месте. Она была мне где-то чуть выше, чем по колено. Каждый год она выпускала новые побеги, они отмерзали, и на следующий год все повторялось заново. Бабушка говорила, что она никогда не цветет. То есть, когда они ее привезли из Сочи, она цвела первый год, а потом она цвести перестала. Ну, естественно, поскольку она зимой замерзала. Они пробовали ее накрывать так же, как розы, но ничего не получилось, она все равно не цвела. И в итоге на нее махнули рукой, и много лет она просто росла и выживала, так сказать, в нашем нелегком климате. Мне стало интересно, я полезла читать про эту гортензию. Выяснилось, что цветки у нее образуются в предыдущий год. И, естественно, если побег замерзнет, то на будущий год цветов не будет. То есть, вот в этих верхушечных почечках, вот в этих почечках прячутся цветочки, которые появятся на будущий год. Сейчас мы пожертвуем одной почечкой, я попробую вам показать зачаток цветка. Я не знаю, видно или нет, вот здесь в самой-самой серединке крошечная такая пупочка. Это и есть те цветочки, которые будут появляться из этого побега на будущий год. Так вот, с этой гортензией я билась года три, прежде чем удалось заставить ее цвести. Как выяснилось, у этой гортензии очень нежные вот эти почки и в тот момент, когда у нас первые заморозки, это где-то, наверное, и в сентябре бывает, да, как вы знаете, вот этими первыми заморозками почки очень легко повреждаются. Потом, со временем, видимо, гортензия привыкает к холоду, вот сейчас уже морозы ей не так сильно вредят, то есть под укрытием она прекрасно зимует и почки не повреждаются. Но именно вот эти самые первые заморозки, они напрочь убивают все цветы, то есть если вы гортензию будете накрывать в то же время, что и розы, это уже поздно, она уже не зацветет. Поэтому я всегда гортензию закрываю в сентябре, она у меня в таком виде стоит уже с того момента, когда появляется угроза самых-самых первых заморозков, и снимаю укрытие я тоже позже, чем с роз, когда уже тоже пройдут все заморозки, угроза того, что может повредиться она морозом, поэтому вот такая небольшая особенность именно с гортензией, ее я накрываю раньше всех остальных. И вот в таком виде она у меня стоит, и если может быть вы видели, летом я снималась на ее фоне, сейчас это кусты выше меня ростом, они каждый год очень красиво цветут. С одним из штампов у меня в прошлом году случилась большая неприятность, он заболел ржавчиной. Несколько лет назад, видимо, с каким-то из саженцев я занесла эту заразу к себе в сад, и до сих пор я боролась с ней исключительно вырезая и сжигая заболевшие кусты, либо ветки, поскольку, как я уже много раз говорила в передаче «Розы в саду», я стараюсь не использовать химикаты, тем более, что ржавчина – это достаточно серьезное заболевание, которое лечится только теми химикатами, которые используются в промышленном сельском хозяйстве, то есть очень-очень ядовитыми, поэтому я до последнего не хотела ничем пользоваться, но поскольку это штамп, штамп очень красивый, это сорт «Розариум Итерзен», он на штампе метр сорок, если я не ошибаюсь, видите, у него крона почти на уровне моей головы, он очень большой, очень красиво цветет, и мне его безумно жалко, поэтому я попытаюсь его вылечить. В прошлом году я его обрезала весь до прививки, в таком виде отправила под зиму, но, видимо, в прививке осталась эта болезнь, потому что в этом году он заболел снова, конечно, обрезать опять смысла нет, раз в прививке сидит заболевание, поэтому я попробую все же химикаты, но поскольку я, во-первых, боюсь того, что у нас собака, может, не дай бог, что-нибудь случится, во-вторых, у нас много птиц, поэтому я хочу опрыскать штамп и сразу его накрыть, чтобы все химикаты оказались под укрытием, чтобы зверям, птицам этот химикат как можно меньше вреда нанес. И сейчас я его также подкопаю, опущу и дальше буду опрыскивать химикатами. Я купила фалькон, который по отзывам наиболее эффективным является препаратом именно ржавчины на розах. Вот эти штуки мы несколько лет назад делали на заказ, их варили в какой-то автомастерской, если я не ошибаюсь. Я хотела их сделать для того, чтобы была какая-то поддержка кроны, особенно у тяжелых штаммов, таких как этот. Оно действительно поддерживает крону, но снимать их осенью это такая головная боль, вы себе не представляете. Кстати, видите, у меня тоже он растет с достаточно большим наклоном, даже больше, чем предыдущий. Вот здесь, мне кажется, есть 30 градусов, как считает оператор. Есть? Да. Итак, я точно так же его пригибаю и фиксирую кустодержателем. Я решила сначала пригнуть, потому что пригнутый проще обрызгивать. Вот здесь в распылителе у меня налит литр воды. Фалькон разводится в соотношении 10 мл на 10 литров воды. Соответственно, я дозировку уменьшаю в 10 раз и налью в распылитель 1 мл. Это тот случай, когда обязательно нужно работать в перчатках, потому что химикат достаточно серьезный, его даже не используют для приусадебного садоводства, только для промышленного. Поэтому обязательно соблюдайте технику безопасности. вот так, ровно 1 мл. Выливаем его в воду. Кстати, очень маслянистый. Сейчас я налила его в воду. Он выглядит, как будто я налила туда масло. Чуть-чуть промоу шприц. Естественно, этот шприц уже ни для чего другого использовать не стоит. Как видите, я уже обрезала на штамбе все-все листочки, особенно те, которые были больны и сожгла. Но, видимо, где-то внутри еще сидит этот грибок, поэтому ветки я сейчас обрызгаю. Или опрызгаю. Опрызгаю. Честно говоря, нигде не нашла информации, является ли фалькон фунгицидом контактным или системного действия. Для тех, кто не знает, контактный фунгицид действует только если попадет непосредственно на грибок, если будет контакт лекарства с грибком. А системный проникает в ткани растения и действует вне зависимости от того, попали ли вы капелькой непосредственно на место, где роза заболела или нет. Но я все-таки думаю, что фалькон является системным фунгицидом, поскольку препарат достаточно серьезный. Я постараюсь смочить всю розу, в том числе и сам штамп. И остатки вылью под корень, потому что через корни он тоже проникает. И очень надеюсь, что на будущий год мой штамп меня порадует и больше не будет болеть. Сейчас очень хорошая погода для того, чтобы проводить обработку. Еще достаточно тепло днем. Все-таки при низких температурах, я так думаю, все лекарства действуют несколько хуже. Но при этом уже можно накрыть, чтобы все это не попало, например, в какую-нибудь гусеницу, которую съест какая-нибудь синичка и от этого заболеет. Все, я надеюсь, что достаточно. Остатки я просто вылью под корень. Собственно, вот чем я пользуюсь для укрытия. Спанбонд или лутросил, по-разному называется, нетканый материал. У меня плотность 60, и я все свои розы накрываю в два слоя. Об этом я поподробнее, я думаю, расскажу в том влоге, где я буду, собственно, уже накрывать розы. А сейчас я просто сверху кину на этот штамп лутросил для того, чтобы изолировать его от, скажем так, остальной окружающей среды. Кстати, у меня очень на многих розах в этом году свирепствует белокрылка. Вот если вы посмотрите вот на эти листья, они все покрыты как будто мраморными разводами. И если вы этот листочек перевернете, то с изнанки вы увидите маленьких бледно-зеленых насекомых с крылышками, которые упрыгивают, как только вы пытаетесь к ним прикоснуться. Это и есть белокрылка, она прокалывает ткань листа и сосет сок, от чего листы приобретают вот такую расцветку. Ну, она у меня всегда была, но обычно ее было не так много, а в этом году какое-то просто нашествие, несмотря на птичек. Видимо, птички брезгуют есть этих прыгучих созданий. И у меня все розы покрыты этой белокрылкой сплошь. Видимо, тоже придется ее травить химией. Соответственно, на следующие выходные, я думаю, что точно так же, перед самым укрытием, я обрызгаю кусты каким-нибудь инсектицидом, например, октарой, и накрою, чтобы отравленные насекомые не попались в лапки птицам. Меня довольно часто спрашивают по поводу обрезки под зиму. Обрезаю ли я розы? Как вы могли заметить, я накрываю их, пригибаю ровно как есть, хотя, конечно же, например, двухметровые вымахавшие ветки я не буду оставлять, я их весной обрежу, но под осень я ничего не трогаю. Если на розах созрели плодики, я накрываю их как есть, с цветами, с плодами, ничего не обрезаю, ничего не трогаю. Связано это с двумя моментами. Во-первых, если мы сейчас обрежем вот эти плодики, то это будет стимул для розы для дальнейшего роста. Из почки пониже места обрезки пойдут новые побеги, которые при первом же морозе замерзнут. Нам, конечно, это не нужно. Поэтому уже начиная с августа месяца, никакие вот эти отсветающие плодики мы не трогаем, не обрезаем, даем розе естественным путем подготовиться к зимовке. Ну а что касается побегов, тут все очень просто. Во-первых, никогда не знаешь, какой побег перезимует. Может быть, вы то, что отрезали, оно бы перезимовало, а то, что вы оставили, оно замерзнет. Поэтому лучше оставлять как можно больше побегов. У нас все-таки зимовка это проблемный момент для роз. И уже весной решать, какие побеги вырезать, а какие оставить. Ну и во-вторых, все очень просто. Длинные побеги гораздо легче согнуть. То есть, если роза будет обрезана, то вот эти торчащие палки, они, во-первых, гораздо тяжелее гнутся, вам будет гораздо сложнее их согнуть, не сломав. А во-вторых, вот эти торчащие кончики, вот, например, вот этот вот, они могут легко порвать ваш укрывной материал, будет дырка, в которую попадет холод, и это также скажется, конечно, на качестве зимовки ваших роз. Поэтому я перед зимовкой розы не трогаю, пригибаю как есть. Даже если побеги очень длинные, очень большие, это наоборот хорошо, потому что такую розу гораздо легче пригнуть. И, кстати, как вы, может быть, могли заметить, я достаточно небрежно пригибаю розы. Если куст гибкий, если побеги мягкие, я часто их вообще ничем не пришпиливаю. Просто кидаю сверху укрывной материал. Обычно его тяжести достаточно для того, чтобы роза естественным путем распласталась поближе к земле. Если что-то торчит, то это тоже ничего страшного. Дальше под укрывным материалом все это пригнется и будет зимовать. Ну вот и все на сегодня. Обязательно пишите мне в комментариях внизу под видео, понравился ли вам такой формат, или вы бы хотели что-то в нем поменять. Также пишите ваши вопросы, которые у вас есть по подготовке к зиме. В своем следующем выпуске я постараюсь на них ответить. Ну, а также хочу напомнить для тех, кто, может быть, вдруг не знает, есть такой сайт, энциклопедия роз. Я являюсь его владелицей. Адрес сайта www.rosebook.ru. На этом сайте очень большой раздел по сортам роз с фотографиями пользователей. Также там есть форум, где вы также можете почитать опыт знающих розоводов, либо задать свой вопрос в соответствующем разделе. И также у этого сайта не так давно появился инстаграм. Инстаграм-страничку ведет модератор Оля. Она выкладывает там очень красивые фотографии, так что обязательно присоединяйтесь, подписывайтесь на инстаграм. Наверняка многого интересного найдете. Ну, а на сегодня это все. Я надеюсь, что вам понравилась моя попытка вернуться к выращиванию роз и вообще к садовой тематике. Если такой формат будет востребован, я надеюсь, что мы регулярно будем снимать подобные выпуски. Ну, конечно, зимой будет некоторый перерыв, ну, а летом, я думаю, что постараемся много интересного рассказать и показать. Ну, а на сегодня все. Всем пока!